Крокодилы одни из самых устрашающих созданий современности. Крупный размер, мощные челюсти и острейшие зубы с этими рептилиями лучше не связываться. А теперь представьте себе самого большого крокодила и увеличьте его как минимум в два раза. Именно таким был Дейнозух, жуткое древнее создание, которое было способно пожирать динозавров. Всем доброго времени суток, на связи лайтовый канал и сегодня речь пойдет ни много ни мало о самом большом крокодиле, когда-либо обитавшем на планете Земля. Только представьте себе, этот гигант был способен убить и сожрать крупного динозавра. Несмотря на то, что Дейнозух поражает воображение, нельзя сказать, что его открытие стало сенсацией. Впервые крупные ископаемые зубы, принадлежащие некой древней рептилии из рода крокодилов, были обнаружены в середине 19 века в штате Северная Каролина. Через несколько лет была сделана еще одна подобная находка. А уже на заре 20 века, в 1903 году, в штате Монтана были обнаружены остеодермы, костные пластины, покрывавшие рептилию. Раскопки на прилегающей местности позволили обнаружить также фрагменты скелета. Однако, когда возглавляющий раскопки палеонтолог Джон Белл Хэтчер понял, что останки принадлежат не динозавру, а огромному крокодилу, он сразу потерял к ним интерес. Уже после его смерти ископаемые фрагменты были тщательно изучены. Их отнесли к новому, неизвестному доселе науки виду, получившему название дейнозух. От греческих дейнос, то есть ужасный, изухус, крокодил. Рептилия жила около 80 миллионов лет назад, в позднемеловую эпоху. Почти через 40 лет в Техасе были найдены многочисленные останки гигантских крокодилов, и в течение последующих десятилетий находки следовали одна за другой. А в 1954 году группа ученых сделала попытку реконструировать череп дейнозуха. Результат их работы просто поражает воображение. Длина нижней челюсти на этой реконструкции достигала 180 сантиметров, а общая длина крокодила оценивалась 15 метров. И хотя размеры были незначительно завышены, наконец-то дейнозух получил заслуженное внимание широкой публики. К 2000 годам ученые получили достаточно информации для того, чтобы смоделировать внешний облик этой жуткой рептилии. Помимо огромного размера, дейнозух не слишком отличался внешне от современных крокодилов. У него была широкая морда с выпуклым наконечником. Переднечелюстные кости содержали по 4 зуба. Всего верхняя челюсть имела 21 зуб, а нижняя как минимум 22. Зубы были длинные, толстые и необычайно прочные. Они предназначались для проникающего укуса. Лишь несколько задних зубов были короткие и округлые. Они отлично дробили кости. Дейнозух имел 4 ряда остеодерм. Они были необычайно большие, покрытые бороздами, иногда сферической формы. К ним крепилась сеть соединительных тканей и мышц, значительно более выраженная, чем у современных крокодилов. Она помогала дейнозуху держать свое огромное тело на воде, а также амортизировала удары. К тому же, благодаря дополнительным мышцам, дейнозух был также проворен на суше, как и на воде, несмотря на свои габариты. Размеры дейнозуха оцениваются учеными по-разному и укладываются в диапазон от 8 до 15 метров. Согласно наиболее распространенной точке зрения, крупнейшие особи достигали 12 метров в длину при весе в 8,5 тонн. Просто представьте, свирепый крокодил, длиной с полноценный автобус. Сила укуса дейнозуха была просто-таки фантастической и делала его одним из самых, если не самым опасным хищникам своего времени. Современные грибнистые крокодилы имеют силу укуса в 16 килоньютонов, что является самым большим показателем среди ныне живущих животных. Исследователи предполагают, что дейнозух имел гораздо более мощный укус, его сила составляла около 102 килоньютонов. Это более чем в 10 раз сильнее, чем укус тираннозавра. Ученые считают, что дейнозух вполне мог охотиться и пожирать некоторых динозавров, с которыми он жил в одно время. В 2002 году были обнаружены несколько хвостовых позвонков гадрозавра, относящегося к орнитоподам, на которых присутствовали отметки зубов дейнозуха. Дейнозух использовал тактику охоты, аналогичную той, которая применялась у современных крокодилов. Поджидая добычу у края воды, он хватал свою жертву и тянул ее в более глубокие воды, где она тонула. Затем крокодил разрывал тушу на части, используя резкое вращение своего тела, после чего наступал длительный период отдыха. В его меню могли входить не только орнитоподы, но и различные цератопсы, анкилозавриды, тераподы и зауроподы. Следы от зубов дейнозухов также были найдены на костях некоторых хищных динозавров. В целом же меню дейнозуха было разнообразным и зависело как от места его обитания, так и от размеров. Дейнозухи при случае могли пожирать гигантских черепах и акул, а самые большие особи преимущественно питались крупными динозаврами. Что ж, ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok